Острого дня, господа нажиманы, с вами снова Алексей Пономарев и наживая колонка Knife News. У нас на дворе 2021 год, а вот компания Межов уже смотрит 2022. У них сейчас вышел нож, который называется «100 лет Советскому Союзу». Союз Советских Социалистических Республик был образован в 22 году прошлого века. И именно в следующем году ему исполняется 100 лет с момента образования. Советский Союз у нас в душе, многие из нас там родились, и это действительно наша любимая родина. И этот нож мне понравился именно своим посылом. Здесь, конечно же, все, как всегда, по-дорогому у Межова. Здесь очень крутой мозаичный дамаск и довольно приличный клинок для работы. В любом случае у этих ножей найдется работа. Я знаю, что именно эта коллекция и комбаты, и прочие вот эти очень похожие друг на друга ножи межовские ходят нормально абсолютно в лес с людьми на охоту. Здесь рукоять из гренадила, много ювелирной эмали и, понятное дело, серебра. Ножи не дешевые, но они того стоят. В ноже, конечно, используется символика Советского Союза. Это и герб СССР на тыльнике рукояти, это серп-молот на самих ножнах. И на всех серебряных элементах есть символика Советского Союза. Подвес у этого ножа съемный, из толстой кожи. И, конечно же, это нож с хорошим упором, который очень будет хорошо воспринят тем очень небедствующим охотникам, который пойдет с ним в лес. Насколько я понял, этих ножей будет сделано энное количество. И если, мало ли, кто-то хочет себе в коллекцию или хочет подговорить весь офис, чтобы подарить такую штуковину боссу, связывайтесь с мастерской студии межов. Вот такенная штуковина с очень хорошей легендой. High Speed Rescue называется вот этот Майкротек. И это действительно штуковина, которая зацепила мой глаз. В хорошем смысле этого слова. Я думал сначала, что это какая-то фото-жаба. А нет, смотрите, действительно они выпустили такой страшный нож. У него огромный серейтер. Это две трети серейтера. Вы же помните, полусерейтерный нож это когда одна треть. Ну или хотя бы половина клинка серейтером, остальное плейн. Здесь две трети буквально аж практически полностью серейтерный получается этот нож. Конечно же, страшный ужасный крюк на обухе. Для всяких там веревочек, для всяких ремней безопасности и прочих спасательных действий. Говорят такими крюками, даже одежду с пострадавших иногда приходится срезать. Как вы понимаете, эта штука стоит ну очень сильно под 500 долларов, а то может быть и сильно больше. Я, к сожалению, не нашел реального ценника, но порядок такой вот в районе 40 тысяч рублей. Я думаю, с него просить будут в легкую. Рукоять металлическая, как и всегда у этого самого Майкротека. Классные насечки. Вот эти самые кубики, они позволяют 100% держать этот нож и босой рукой, и в перчатке. Очень-очень надежно. Конечно, какой спасатель, вообще какая фронталка без стеклобоя. Тут он обязательно присутствует. Кнопка по стандарту на спинке находится. И скажите мне, пожалуйста, те, кто разбирается во фронталках. Я, если честно, полный чайник во фронтальных ножах. Почему у него такой кривой дол с обратной стороны? Вот с плоской стороны, вот такой вот змейкой там это все сделано. Это технологически должно быть как-то оправдано? Там какие-то внутри детали есть для этого? Или это просто красоты ради? Выпускается этот нож, как вы видите, уже в нескольких цветах. И 100% найдет почитателей даже не из спасательной тусовки. Вот 100% эти фронталки у коллекционеров пользуются большой популярностью. И мы точно увидим и у наших соотечественников вот эту страхолюдину на кармане, в коллекции и в этих ваших инстаграмах. Отдельно порадовало, что это действительно свежак. Судя по маркировке на клинках, это М390, хотя качество фотографии не позволяет сказать 100% уверенность, но М390 я попытался там увидеть. И дата это август 2021 года. То есть совсем-совсем свежак. Кто коллекционирует, готовьте ваши кредитки. Дэйв Браун обычно делает очень японские вещи. Катаны, танто и может быть китайские ножи у него периодически проскакивают. Что-то бывает в стиле Бастинелли, обязательно будет ссылка на него под роликом, зайдете, посмотрите. А тут увидел вот этот кинжал. С одной стороны все очень японистое, с другой стороны обоюдоострый кинжал в японском оформлении, ну, дело такое. Хотя мы все с вами помним, ну, один из самых крутых ножей, которые мне казалось когда-либо были. Это тайпан от Колд Стила. Идея-то примерно такая же. Цуба есть, японистая рукоять и обоюдоострый клинок. Видимо, так этот Браун и думал, когда делал этот нож. Здесь стандартная для американцев углеродка, которая классно играет на зонной закалке. Это 1095, который обмазывается глиной, помещается в печь, происходит разный нагрев. И потом при закалке получается, что вот эти слои потемнения и дают тот самый японский хамон. Клинок, конечно, довольно толстый. Я посмотрел, там, ну, такое ощущение, что миллиметров 6. Он не сильно широкий, поэтому, скорее всего, он не очень хорошо режет, но очень круто выглядит. Деревянная рукоять, натуральная кожа, ската такая темно-бордовая. Тоже очень классно все подобрано. И тесьма, такое ощущение, что замшевая. Может быть, это какой-то бархат, может вообще автомобильная алькантара, уж не знаю. Но выглядит очень круто. Цуба, насколько я понимаю, тоже стальная и просто вороненая, потому что она какая-то очень странно черная. Ну, хабаки, как вы видите, просто медная и все подогнано ровно так, как должно быть в крутом японском ноже. Ножны деревянные, есть такой грибочек, то ли пукля это называется, то ли просто грибочек. И это сделано для того, чтобы можно было и правильно расположить шнур, и разместить на себе. И плюс к тому, сделать подвес, который, ну, например, использовался в штыках Второй мировой. Удобная штуковина, думаю, что не только для полки он сделан. Возможно, есть какая-то еще функция у этого хитрого предмета. Кинжал классный, мастер изумительный. Сходите по ссылке, у него крутая японистая галерея. Друг Ножиман, не забывай подписываться на мой канал, жать клавишу подписаться и колокольчик для оповещения о всех новых видео. И, конечно, приходи к нам в группу ВКонтакте vk.com.brutalica. У нас в группе сейчас идет интересный опрос, ему еще идти пару недель, и можно выиграть интересный нож в ценовом диапазоне от 3 до 5 тысяч. У нас прикольно, интересно, оригинальный контент vk.com.brutalica. Подписывайся. Не самый известный ножевой бренд Монтерей Бэй показал варн от дизайнера Лаконико. Рэй Лаконико, на самом деле, имя такое хорошее, уверенное, и этот варн вышел именно у этих самых Монтереев. Что удивительно, здесь очень крутой клинок. Здесь пакет из ZDP-189, Sunmay. На обкладках идет что-то помягче, а середина та самая ZDP-шка, за которую мы все реально молимся. Очень крутая сталюка, если у вас еще нет ножей из этой стали, поищите, наверное, в коллекции такой нож должен быть. У меня, честно сказать, пока еще нет. Это флиппер, как вы видите, титановая рукоять, варнклиф, и на лайнер Локе он собран. То есть все ровно так, как мне очень нравится. Клипса у него фрезерованная на двух винтах, никаких вот этих гнутых пластинок, ничего. Все очень-очень лаконично. Каждый раз прикалываюсь с того, что Лаконико и лаконичный дизайн – это всегда рядом друг с другом. Нож весь матовый, у него на клинке сатин, немножко полировки. Насколько я понимаю, именно ZDP-шная полоска, которая выходит на режущую кромку, вот она полируется. Все остальное в сатине. И титановая рукоять, тоже такая с мелкой шагренью, матовый аккуратный ножичек. На клинок здесь отмерено всего 75, хотя с другой стороны у меня царап 75. Это хороший рабочий размер, особенно для Варна. И вес у этого ножа, из-за того, что он титановый, менее 100 грамм. Давайте перечислим. 100 грамм вес, Титан, Лайнер Лок, Варнклифф, пакет Сан Мэй. Казалось бы, это должно стоить атомных денег. А я посмотрел, оказывается, он стоит всего 200 долларов. На самом деле, это всего 200 долларов, потому что из М390 и Титана делаются китайские ножи по 15 тысяч рублей. А здесь пакетный ZDP, хорошее имя дизайнера и такой разумный ценник. Мне нож очень понравился. Были бы лишние 200, потратил бы на него. Ссылку оставлю, наверное, не на Инстаграм, а сразу на магазин этих самых Монтереев. Посмотрите, они там много чего интересного продают. Еще один Варн, но уже из Европы. Такой первобытный дизайн. Сначала наткнулся, посмотрел, действительно круто. Здесь бронзовая рукоять с тяжелой патиной, буквально в черноту. И довольно прикольный Варн на клинке. Наверное, кто-то скажет, что это овечья нога или еще какая-то форма. Ну, в принципе, да, шипфут тут, наверное, можно сказать. Хотя для меня они все равно все Варны. Ножи получились очень плоские. Исходя из того, что из листа буквально миллиметр-полтора толщиной гнется эта самая рукоять, получается такой бронзовый ножичек, который вообще нигде не мешается. Очень плоская классная фактура. Дальше смотрю, оказывается, эта модель этим производителем делается регулярно и на всяких разных материалах. Вот, например, полностью деревянная рукоять. Очень круто тоже сделано. Ровно те же размеры, но нож играет совершенно другими смыслами. А вот белый с костью и опять же бронзовым патинированным бульстером еще краше, еще веселее и уже с дамаском на клинке. Те-то бронзовые были с зонной закалкой, такие все под Японию. А здесь уже опять дамаска набросили и снова красота полетела. А через несколько дней этот же мастер показал, как он расписал этот самый бело-черный нож. Он взял и техникой, скорее всего, скрим-шоу, и мы все равно будем это называть. Конечно, скрим это ковыряние иголочками, а здесь все-таки это гравировка по кости с втиранием получается красителя, потому что все линии прямые, точечных очень мало. Но вот маленький декор, а нож еще раз заново классно заиграл. Вот смотрю, радуюсь, вроде с ним все хорошо, но, как и вы, не вижу замка. А потом вижу, что эти самые ножи делаются вообще без замка. Это не фронт-флиппер, это не хиганаками вариант, вот этот самый фрикшн-фолдер с большой такой пипкой, которая торчит, за нее тянем. Вот эта тяга, когда попадает в руку, она же, получается, фиксирует нож, и должно получиться, что какой-никакой замок есть. А здесь нет вообще никакого, он полностью держится на трении и нигде не запирается. Ну, так себе решение, но ножи красивые, интересные, и думаю, что трения того самого там хватает, чтобы этим ножом нормально работать. Я, честно сказать, большой фанат черепах. Ну, так сложилось исторически, не знаю почему, очень мне нравятся эти животины. А тут смотрю, в одном из импортных инстаграмов есть нож, который называется «тактическая черепаха». Прикольный фикс, с его веселым названием «почему нет». Мне понравился, я подписался на этого дяденьку, и на днях он меня реально удивил. Race Bro Blade показал вот этот складной нож с огромным рогом, тот самый якобы фрикшн-фолдер, якобы это хиганаками формат, огромный такой клык. Тут же сразу могу сказать, что прощаю этому дяденьке клипсу у осевого. Когда у тебя такая штуковина торчит из кармана, лучше она пусть торчит в эту сторону, чем в нижнюю. А нож этот на самом деле уникальный, потому что эта самая перекладина, этот самый огромный шип, за который нож и открывается, является еще элементом очень свежего замка. Этот замок он назвал «спейсер-лок». И действительно, очень интересная штука, если вы посмотрите в динамике, как это работает, действительно крепкая-крепкая штука. Нож сам по себе весьма тактический, мне почему-то напомнил что-то из Дитмара Поля, не знаю, возможно они там друзья-соседи. Большие размеры, уверенный упор вот этот под указательный палец, для всяких колющих, втыкающих движений, очень все так как надо. Накладки здесь с токсиком. Токсик немножко хаотичный, но его это не портит, наоборот подчеркивает вот эту преемственность от Дитмара. На обухе клинка есть такие волны, в которые удобно упереться большим пальцем для силового реза, тоже все как я люблю. И единственный момент, до которого я решил докопаться, зачем ножу, у которого для клипсы всего одно место, у осевого, отверстие под темляк. Темляком в карман толкать каждый раз, вот просто не понимаю, зачем люди так делают. Но многие продолжают это делать, не понимая, как пользуются темляком и как вообще это все удобно. Нож крутой, деталей мало, замок относительно новый, думаю вообще уникальный, посмотрим как все это будет развиваться. Появятся ли у этого ножа остальные лайнеры, останутся ли они просто же десятые, пока не ясно. В любом случае ссылку на этого дяденьку оставлю под роликом и вы тоже подпишитесь. Классный мастер с отличными идеями. Как всегда в добавках у нас еще два ножа. Я понимаю, что день святого Патрика прошел полгода назад, но почему-то именно сегодня увидел вот этот джант маус. Очень классно сделанный нож с травлением этих самых четырех листников вдоль режущей кромки и гравированные лазером на этой классной зеленой ми-карте. Интересный тюнинг и так очень хорошего ножа. Ну и покажу вам пару пластунских. Я считаю, это один из самых скучных ножей вообще в мире, пластунский нож. Но, как только на рукояти появилась стабильная шишка, обычная еловая шишка стабильная, залита акрилом, и вот так нож заиграл по-новому. Не знаю, но я решил пересмотреть свое отношение к пластунским ножам в принципе, потому что такое исполнение просто супер. С вами снова был Алексей Пономарев, рассказывал вам всякие интересные ножевые пономаревости. Смотрите меня два раза в неделю во всех мониторах страны. А этот выпуск со мной записывал нож, который побил по продажам Тилайт 4. Говорили о том, что это практически невозможно. А нет, смотрите же, это Лузон Медиум. Он в принципе в таком же самом размере и сделан, только это нормальный клинок, который может резать, который умеет классно флиповать и имеет предохранитель от случайного закрытия ножа. Хороший, удачный нож за очень разумную цену. За последние пару лет действительно выбился в лидеры. Если у вас еще нет Лузона, обязательно посмотрите, возможно он вам нужен. Большой вариант тоже имеется. Ссылка, конечно же, под этим роликом.